Площеносного броненосца по праву можно считать чудом животного мира. Это уникальное создание обитает только в Аргентине и только в центральной ее части. Поэтому этого броненосца называют еще аргентинским щитоносцем. А местные жители прозвали его карманным динозавром. Из 20 существующих сегодня видов, площеносный броненосец считается одним из самых редких. Он живет в льве сухих лугов, дюн и на песчаных равнинах. Это млекопитающее хорошо адаптировалось к местным климатическим условиям. А климат в Аргентине бывает то теплым, то холодным, то мокрым, то сухим. Длина тела площеносного броненосца составляет всего 15 см. Сверху оно покрыто защитной кожистой оболочкой, которая закрывает большую часть спины. Сама оболочка серая, но под ней проходит множество кровеносных сосудов, которые придают ей розовый оттенок. Поэтому местные жители называют этого броненосца еще розовой феей. Кожистая оболочка состоит из 24 полос. Благодаря этому броненосец сможет сворачиваться в клубок. Броня при этом сплющивается в задней части. Кроме всего прочего, она выполняет также функции терморегуляции. Из-под брони выглядывают белые шелковистые волосы. Этот мел защищает броненосца от низких температур в холодные аргентинские ночи. У этого животного есть также небольшой хвост. Броненосец настолько маленький, что у него даже нет возможности поднять собственный хвост, который при ходьбе просто волочится по земле. Еще одно мощное приспособление для выживания – это сильные лапы. Причем передние намного сильнее задних. Это позволяет броненосцу быстро вырывать глубокие норы. На каждой лапе есть по 5 пальцев, которые оснащены длинными когтями. В свое жилище аргентинский броненосец строят поближе к источникам пищи, то есть рядом с муравейниками. Но он питается не только муравьями. Ест также различных насекомых, червей, улиток и маленьких ящериц. На охоту выходит только по ночам. Днем же спит в норе. Во время ночной охоты он соблюдает предельную осторожность. При малейшей опасности зверек сразу же зарывается в песке. Это удивительное создание любит уединенный образ жизни. С другими броненосцами встречаются только во время брачного сезона. По предположению ученых, эти зверки моногамные, то есть их пары не распадаются на протяжении всей жизни. Время вынашивания детенышей может длиться как несколько недель, так и несколько месяцев. Это связано с тем, что после оплодотворения может наступить так называемая латентная стадия, то есть зародыш находится в матке, не прикрепившись к ее стенке. Такая беременность длится максимум 7 месяцев. На свет появляется от 4 до 12 детенышей. Они рождаются зрячими и покрытыми мягкой кожей. В течение 8 месяцев родители полностью заботятся о них. По истечению этого срока детеныши становятся самостоятельными и прикидают родительский дом. Однако обзавестись собственным потомством они смогут только в 2-х летнем возрасте. В природе этот броненосец живет примерно 10 лет. На сегодняшний день данный вид занесен в Красную книгу. Численность карманного динозавра низкая. Правда, полное вымирание ему пока не грозит. Но так как люди постоянно стремятся расширить свои сельскохозяйственные угодья, то, вероятно, этому броненосцу скоро попросту негде будет жить. Среди животных главным врагом плащеносного броненосца считается койот. К его врагам можно отнести также кабанов, домашних кошек и собак. Но все это по сравнению с сокращением естественной среды обитания лишь капля в море. Пахотные земли расширяются и становятся непригодными для существования плащеносных броненосцев. Помимо этого, большой вред наносят пестициды. Они попадают на муравьев, которые являются их основным источником питания. Законы как Аргентины, так и отдельных ее регионов защищают этого необычного броненосца. Надеемся, что он не исчезнет с лица земли, как многие создания. Редактор субтитров А.Семкин